всем доброе утро на следующий день я варю кашу коля спит еще ну я уже хочу завтракать и так уже как наверно часа два хожу кофе попила на теперь уже хочется поесть естественно мы вчера еще сходили на дачу если чего вставлю да немножко погрелили погода была супер потом не ветра ничего не было такая тишина небо голубое вообще до темноты там были наверно около 9 домой пришли классно посидели спокойно так вообще на даче никого не было ну смысле на дачах вообще везде а то бывает что ну когда выходной до шумно но так как похолодало поэтому людей сейчас мало все стараются до темно естественно уйти соседи я имею ввиду да так что будем завтракать увидимся с вами попозже мы всем желаю приятного аппетита погода у нас сегодня опять супер солнечно прям такой свежий воздух именно с утра вот тоже обожаю такой период времени года вот именно когда осень наступает такая прохлада на солнце опалдеть короче ладно буду наслаждаться завтраком кофе моем наливается всем большой приветик всем привет мы сейчас хотим с утра но не с утра уже время давно обеденное такое так скажем да но для того обед а для кого и утра да например у нашей мамы так как мама встает 4 утра это уже обед да у нас завтрак был коля только что вот позавтракал даже у наших мам у наших мам да кстати они обе очень рано встают но я тоже рано но не до такой степени они в 4 5 могут стать я вообще стою по выходным могу я не могу расписанию пока спится много спать да и мама всегда так говорит когда мастер звонимся утром поля горит на я еще спит я грудану пока спится пусть еще пусть еще спит мы сейчас собрались на кладбище съездить потом в лес погулять пока погода нормально утром было больше солнца светило сейчас как-то не так но куртку мы коля ну я от то есть я отстирала это другая куртка у него была стёганая может быть то помню да такая синяя тоже стёганая тоненькая ну короче мы вчера приехали я ее попшикала да там этим специальным машинку закинула и ничего выстиралась уже высохла почти высохла на балконе стану то что наш тоненькая это вот это немножко так потолще вчера вообще хотела коли какую-нибудь ну это мои такие планы были может быть какую-нибудь жилетку коли купили он говорит нет не хочу я говорю давай красненькую нет не хочу ничего мне вчера не вдохновило не вдохновило ну так-то да все есть как но все равно покупки были так что не знаю в этом видео или следующем покажу посмотрим как у нас пойдет так что ладно сейчас ездим прогуляемся на свежим воздухом подышать вдохновение на покупки всегда у тебя и на твои тоже чтобы тебе что-то купить я вдохновляюсь ну а что я так иногда выпишу даже коли иногда не спрашиваю я имею ввиду ему что-то до примере ну да хорошо вставляем а так что по магазинам я думаю все до мужчины не очень-то любят ходить ну там просто то что красиво мы прогулялись тоже ну и нужно было нам в ту сторону ехать так что два в одном я я мерить магазина кто любит я тоже не люблю поэтому всегда и это выписываю в основном пишите в комментариях кто любит магазинах умеешь раньше так и было это же ужас возьмешь себе там кучку правда и меряешь и меряешь что ну зимой так это вообще проблема пока себя сто шкур снимешь летом жарко ну короче вот самое классное это выписывает дома померил сразу с чем-то это будешь носить да ну все поедем теперь уже поехали поехали едем 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 Зашли к маме в гости Кофеек попить Пришли домой У нас наши дети решили сделать бюргеры Уже все подготовили Сейчас я на балкон выставила Грильницу Тефаль Чтобы дома не вонять Эти котлеты жарить На балконе сейчас пожарим Здесь 6 штук И здесь еще Пацаны по 2-3 могут съесть Мы у мамы сейчас перекусили И еще теперь опять будем кушать Вот это вот Потому что дома все равно жарить будет запах Сейчас пожарим быстренько котлеты И все по-быстренькому Сегодня у нас будет такой Выходной обед А у нас тут работа кипит Ну не у нас У наших детей Там они уже на балконе жарят котлеты Подготовили булочки Вот такой вот сыр они будут использовать Для упаковки Здесь еще булочки И вот такой вот соус Если вдруг кто-то будет спрашивать Очень вкусно Стол накрыла Такой у нас сегодня воскресный Простой обед Достала, кстати, свою тыкву Свою Ну у меня уже давно Это тыквочка Это такая, что у меня, знаете Что от осенней декорации есть у меня Это я покупала в магазине Деппо уже давно Хотя наклейку я эту не отрываю Потому что будет липнуть Поэтому не отрываю Вот стоила 5 евро, кстати Уже давно-давно Наверное, лет 5-6 И вот как осень наступает Я ее ставлю одну вот так вот Или в зал И сюда На кухню Когда как Короче Такой у нас будет сегодня обед Ну а сейчас Потом покажу Как будут выглядеть Сами бюргеры Ну обычно так вроде бы Но вкусно Особенно когда дети делают То вообще Ну и покажу сразу Какие они котлеты Используют Именно для бюргеров Вот такие вот Как они уже всякие перепробовали Говорят Вот эти вот самые хорошие Ну так как я такое не готовлю Они больше в курсе этого Ну вот Если вдруг кому-то Такая информация нужна Вот такая красота получилась Сейчас будут на тарелке нам ложить Наши повара Вот это такая тарелочка у детей Вот моя тарелочка У меня здесь с помидором И с солеными огурцами Там кто С какой начинкой Так что приятного Нам аппетита И всем кто Будет тоже кушать Ну вот хотела показать куртку В которой Коля вчера был Ну я конечно не показала Какая она была До стирки Когда голубь ему тут Наделал делов Короче Весь правый рукав Плечо Тут все было Ну короче Все отстиралось Без проблем И уже она высохла Считай Вот вчера вечером Я ее постирала И сегодня полдня И готова Вот материал Такой тоненький Быстро высыхает Это не когда Например Такой толстый Там набитый С этой Короче Проблем нет Я говорю Ну был повод Куртку постирать Я ее в том году стирала А в этом еще нет Ну так как курток Все равно Да много Мы же не одну и ту же куртку Все время носим Да все равно меняешь И поэтому так часто Стирать тоже Это все-таки Не красит вещь Я имею ввиду Верхнюю одежду Да Там конечно Футболки Там что такое Да Тонко Тут естественно Стираешь часто А вот куртки Как-то это Не особо так Раз в год бывает Так Тоже смотришь Уже по состоянию Да Как-то все Ну и все Короче без проблем Курточка Как новая Так что будет дальше носить А то думали Вдруг не отстирается Нет без проблем Всем привет еще раз Короче мы решили По дороге Не мы решили А Коля решил Заехать в магазин Купить что-нибудь Погрилить Пойдем на дачу еще Уже конечно вечер Ничего толком нету Ну и что ты Коля Хочешь взять Не знаю еще На что сейчас глаз уходит Вот приспичила Коля Ну ладно Что Что родим уже не сделаешь Что родим уже не сделаешь Хотя сама не прочь Грильки я за не будем брать О может рыбку вот эту смотри Порыли Вон две штучки Как раз на вечер К ней вилки нужны В смысле Сейчас две сосиски куплю На даче же есть вилки Ты что Ну сейчас посмотрим Что нам взять Вон стейки тоже Потому что вот это вот Маринованное такое Бое Но невкусное Честно говоря Если так Да конечно Бывает Такое что берем Ай Все таки Такое лучше Что не больше Ну давай Пару стейков Возьмем В рум Не знаю Сам смотри Мне вон Мини если Ну я вообще бы Рыбу лучше Ну посмотрим Сейчас Посмотрим Все Коля там уже складывает Багаж Вот так Немного взяли Говядину Такой Стейк По моему Рум стейк Потом Ити Что еще взяли Там с фарша Эти Как они называются Чурчичи Эти вот такие Знаете Как колбаски С этого Говядины Да Они вроде бы Скальп Говядина И кобеля Эти филе Я не знаю Как они Русском Кобеля Белая рыба Короче Пару кусочков Ну так чисто Не кобеля Это Ну да Не кобели Не знаю Надо посмотреть Потом перевод Ну короче Пойдем На дачу Немножко так Погрилим Немножко Посидим А так вообще Уже Я поеду Ну да Едь конечно Так вообще Уже похолодало На вечер Придется тепло Одеваться Мы сейчас Домой зайдем Сопельки Пробиваются Через глаз От холода Точно Сейчас зайдем Домой Переотенемся У меня правда Уже батарейка Садится 20% Там осталось Красным горит В телефоне В телефоне Да У нас еще нет Уже батарейки Полные Ну не так Уже Мы сегодня Весь день У нас дела Дела Потом еще Там пока Полазили Ну я в общем Сейчас домой придем Я скажу Ой нет Коля Я никуда не хочу Я бы сейчас на диванчик Ноги Кверху бы задрала Сейчас и ты так скажешь Нет Окей Ну раз мясо уже взял Конечно нет Коля собрался Вроде как на дровах Да Не на углях Да На дровах Быстрее будет Мама вообще Уже на даче Сказала Что уже Все поубирала Дач Ну так как погода Все таки Были как-то До этого Немножко дожди Чтобы все Сырое не было Ой Я не застегнулась Я с вами разговариваю Ладно Сейчас застегну Увидимся С вами Уже потом Попозже Еду Ну что Мы все таки Идем на дач Время уже Седьмой час На улице Холодно Прям стало Ну мы сейчас По быстренькому Сейчас костер Разведу Да Оделись Тепло Но все равно Не тепло Мне кажется Прям я в жилетке Ну холодно Вот все таки Днем Так вроде бы Солнышко Пригревает А осень Все таки Чувствуется Ой Яблочки Никому не нужны И здесь Да На даче Тоже уже Осень Конечно же Чувствуется Мама уже Много чего Пообрезала Она сегодня Тоже поехала К младшему брату С внучкой Посидеть Дети тоже По делам Своим Так что Мы Вдвоем Последние розочки Ой Бегония Как красиво Остатки Цветов Да Мама уже Тут все Подготовила На зиму Потому что Потом Как дожди Будет Много тоже Работы Все Пообрезала Красота Так бы Конечно Хорошо было Если бы Мама была Сегодня Но К сожалению Красивые Как будто Искусственные Герани Какие Шикарные Ну вот И виноград Уже Поспел Тут соседи Смотрите Какие яблоки Красивые Но на вкус Они сильно жесткие Я вообще Не особо Люблю яблоки Я любила Знаете Когда в Казахстане Эти были Ранетки Медовые Желтенькие Ой Вот это Объедение Здесь Таких яблок Нет Сколько Уже Сортов Перепробовали Нет Все Таки А так Конечно Красиво Здесь У мамы Еще Цветник Под крышей Бархат И запах Конечно Обалденный Так что мы взяли В магазине Лидл Взяли Два стейка Таких Довяжьих Потом Рыбу Вот эту Кобеляу И Вот такие Девапчичи Это Если что Сыну У них тоже Свои дела Как бы Взяли На всякий случай Разгрелить То возьмем Потом С собой Домой И Взяли Вот такой Вот Салат Чисто К мясу Никакой Картошки Ничего Так как Например Там Вы видели Я вообще Не поела Потом Мы просто Кофе Попили С кухонным И все Так что Взяла Салат Просто Перемешаем Вот здесь И с мясом Или там С рыбой То с чем Ну и все Вот такой У нас будет Ужин А это Из дома Взяла Такой Как раз Тут остались Совсем Остатки Это у нас Гималайская Гималайская Соль И Такой Разноцветный Перец Тут то есть Тоже вроде бы Как Ну мамы Такой Порошковый Просто Да Обычный Перец Соль А взяла Такой Чтобы Для мяса Просто Чисто Я не знаю Масло Есть Здесь Оливковое Или нет Посмотрим Так Это не Беда Поперчил Посолил И к мясу В принципе Ничего Не Нужно Нез fella Машка Машка Тихо Тихо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...